Екатеринбург, 25 июня, РИА Новости Летняя прививочная кампания северных оленей от сибирской язвы стартовала в Ямаво-Ненецком автономном округе, Янаэ, сообщает в понедельник правительство регионное. Министерство природных ресурсов и экологии РФ Игорь Шпиленок в Ямальском районе Янаэ летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей Ямальской Тунды, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале. Сегодня, 25 июня, прививочные бригады окружной службы ветеринарий отправились в Ямальский, Шурышковский и Надымский районы. В муниципалитетах стартовала летняя прививочная кампания северных оленей от сибирской язвы. Задействованы 56 специалистов госветслужбы, хозяйств района и 10 привлеченных специалистов. Летний этап вакцинации уже начат в Тазовском и Красноселькубском районах, говорится в сообщении. По данным властей, этой весной в первый этап вакцинации привито 23% оленей, или чуть более 151 тысячи голов. За летний сезон 2018 года в автономном округе запланировано привить свыше 650 тысяч голов в более 800 стадах. Кампания задействует более 30 из стационарных и 100 переносных коралей, привлекут порядка 80 прививочных бригад. Запас вакцины против сибирской язвы – 520 тысяч доз. В течение года планируется поступление еще 600 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счет федерального бюджета. Весенняя вакцинация прошла удачно, летом нужно сохранить набранный темп. Одновременно с вакцинацией проводим мечение оленей индивидуальными берками. Без 100% идентификации считаю полное оздоровление хозяйств невозможным. Для сельхостовара производители учет стад включен в целевые показатели для получения субсидий. Из соображений безопасности на убой должны поступить олени с индивидуальными средствами мечения, и мы готовы помочь оленеводам-частникам в данном вопросе. Приводится в сообщении слова главного государственного ветеринарного инспектора Ямала-Ненецкого автономного округа Евгения Пополы. Другие новости региона читайте здесь. Продолжение следует...